Азербайджан в период президентства Ильхама Алиева добился полной экономической независимости, которая позволяет стране проводить такую же независимую внешнюю политику. Экономические успехи страны в нахождении у власти Ильхама Алиева обсудим с Ильшадом Амедовым, доктором экономических наук, профессором. Ильшад Малим, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Что ж, Азербайджан добился полной экономической независимости в период президентства Ильхама Алиева, что, безусловно, является важным фактором возможности проводить независимый внешнеэкономический курс. В стране наблюдается также устойчивый рост нефтяного сектора за счет диверсификации экономики. Более того, Азербайджан является гарантом энергобезопасности Европы. Какие еще экономические достижения вы бы отметили, да и в целом, как бы вы оценили стратегию экономического развития страны? Ну, на самом деле, действительно, прошедший этот период, 20 лет, ознаменовались для азербайджанской экономики весьма успешными макроэкономическими результатами. Мы можем отметить в этой связи, что по таким важнейшим макроэкономическим показателям, как внешнеторговый оборот, экспортно-импортное сальдо, значительное превышение экспорта над импортом, что позволяло нам решать важнейшие задачи, как с точки зрения регулирования и управления валютным рынком, в плане прироста инвестиционной составляющей, в плане создания соответствующего благоприятного инвестиционного климата, ну и, кроме того, возрастающий из года в год государственный бюджет, увеличение расходов на важнейшие направления, связанные с развитием человеческого капитала, прирост государственных капитальных инвестиций, капитальных вложений, что позволяло наращивать деловую активность в стране. То есть по целому ряду важнейших макроэкономических показателей мы все эти годы наблюдали прогрессивные результаты, результаты, связанные с достижением экономического роста. И даже те волатильности, те неопределенности, которые в течение этих лет имели место быть в мировой экономике, конечно же, для Азербайджана, как части глобальной экономики, они тоже играли свою негативную роль, но тот внутренний потенциал и та выверенная экономическая политика, которая реализовывалась в нашей стране под руководством главы государства, позволяли нивелировать те внешние риски и угрозы, те внешние экономические шоки, которые с углублением кризиса в мировой экономике, конечно же, давлели и над нашей национальной экономикой. В целом, конечно же, нужно отметить, что тот курс, который реализовывался и продолжает реализовываться в нашей стране, и в том числе в экономической плоскости, он опирался и опирается на наши национальные интересы, это в выгодной степени отличает нас от целого ряда государств региона, и это позволяет нам решать те цели и задачи, которые стоят перед Азербайджаном по целому ряду направлений. Это касается и политики, это касается и энергетической составляющей, вы уже отметили роль и значение Азербайджана в плане обеспечения энергобезопасности целого континента. Это касается и социальной сферы, потому что глава нашего государства обозначил четкие приоритеты, связанные с тем, что социально ориентированная политика у нас будет в долгосрочном плане реализовываться устойчиво по опережающей траектории, и мы видим это на конкретных результатах. Вот это нужно тоже особо подчеркнуть, потому что те обещания, которые даются главой государства, они реализуются. И в этом контексте Азербайджан тоже выгодно отличается от многих стран региона, когда мы видим, что действия и лозунги, с которыми выступают политики и главы государств, не всегда друг другу соответствуют. В этом плане Азербайджан, конечно же, очень сильно выиграл, и нужно отметить, что вот этот социально ориентированный курс главы нашего государства позволил нам выйти на очень эффективные результаты по целому ряду важнейших индикаторов. У нас только за последние крайние пять лет резко выросли социальные выплаты по таким важнейшим направлениям, как, скажем, расходы на пенсионное обеспечение. За эти пять лет у нас увеличение в этом направлении, это примерно 70%. То есть это существенный прирост, несмотря на то, что эти годы мы вели освободительную войну, наша страна пережила пандемийный кризис, кризис, связанный с сворачиванием деловой активности. В целом за крайние годы у нас фонд оплаты труда вырос примерно 2,6 раза, несмотря на все внешнеэкономические шоки, несмотря на неизбежное увеличение военных расходов, несмотря на то, что опять-таки вот этот пандемийный кризис оказывал внешнеэкономическое давление на Азербайджан. Но прозрачность, эффективность в сфере государственной политики, в том числе социальной, конечно же, социально ориентированной политики, политики в сфере социальной защиты населения, привели к тому, что сегодня мы, в общем-то, можем констатировать, что Азербайджан справился с этими внешнеэкономическими, внешнеполитическими шоками. И это позволяет говорить с уверенностью о том, что курс главы нашего государства на построение социально ориентированной рыночной экономики, он состоялся, и он доказал свою экономическую и политическую эффективность, я бы даже сказал, целесообразность. Сегодня Азербайджан также превратился в один из главных транспортных узлов Евразии. Уделяется большое внимание развитию логистических возможностей. Какое значение в этой связи занимает реализация проекта Зангизурского коридора? Безусловно, Азербайджан в течение этих стекших 20 лет позиционировался как страна, которая выступила инициатором очень многих важнейших региональных транспортно-логистических проектов. И сегодня уже не только Азербайджан, но и весь регион получает возможности приобретения экономических и политических дивидендов от этого. Это очень важно отметить, что даже когда в первые годы правления нашего президента, даже в экспертном сообществе и на международном уровне, и в местных кругах, ну прямо скажем, были какие-то пессимистические заявления, прогнозы о том, что вот эти транспортно-логистические артерии, они не соответствуют, дескать, потенциалу экономики нашей страны, потенциалу экономики в целом региона. Но сегодня мы видим востребованность в этих проектах. И сегодня мы видим, что своевременное вложение средств Азербайджанам в эти проекты, направление инвестиционных потоков в эти инфраструктурные возможности, сегодня позволяют нам получать конкурентные и устойчивые конкурентные преимущества. И в том числе то, что касается Зангизурского коридора. Несомненно, Азербайджан имеет диверсифицированные маршруты по транспортно-логистической составляющей. Мы всегда стараемся не зависеть от какого-то конъюнктурного одного направления. Мы распространяем свое влияние по широкоформатному сотрудничеству. У нас, исключая Армению, очень позитивный настрой все эти годы был на сотрудничество со всеми нашими соседями, со всеми государствами региона. Ну и Армения сама фактически своей деструктивной позицией привела себя в такое состояние, когда она фактически была лишена возможностей и экономической инициативы для развития. Но Азербайджан сегодня рассматривает Зангизурский коридор как один из приоритетных направлений в плане стимулирования деловой и экономической активности не только, кстати говоря, в нашей стране, но и в целом в регионе. Я считаю, что для крупных региональных игроков реализация Зангизурского коридора безусловно в их национальных интересах. Есть препятствия. В первую очередь мы видим, что нерегиональные центры пытаются, в общем-то, оказать какое-то свое негативное влияние на реализацию региональных, в том числе, инфраструктурных проектов. Но это тоже объяснимо, потому что это будет позволять им диктовать условия и свои, ну прямо скажем, экспансионистские настроения в нашем регионе. Но я считаю, что политическая воля стран, государств нашего региона и тот правильный внешнеэкономический, внешнеполитический курс, который реализует глава нашего государства, позволяет нам с уверенностью утверждать, что регион в целом получил весьма перспективные возможности для опережающего технико-экономического развития и реализация транспортно-логистических коридоров, о которых, кстати, вы упомянули, в том числе и Зангизурского коридора, я думаю, что позволит странам нашего региона в диверсифицированном формате стимулировать технико-экономическое развитие на долгие годы вперед. Ильшат Малим, большое вам спасибо за ваш комментарий, спасибо, что подключались. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, что к нам подключался Ильшат Мамедов, доктор экономических наук, профессор. Ильшат Мамедов, профессор. Продолжение следует...